всем ребят привет сегодня у меня очередной выход вы не пугайтесь это у вас с телевизором все хорошо это у меня просто за окном еще темно через полчаса только солнышко встанет а мы уже как полчаса двигаемся по дороге едем в сторону жигулевска вот один из подписчиков у меня пригласил на совместный коп и я не отказался повторюсь ездим едем мы в сторону жигулевска кстати мамам привет это у меня родина мамы и мы сейчас туда направляемся где-то примерно еще осталось минут 30 и мы пересядем на другую машину на более проходимую и поедем в глушь души нас ждет достойное такое местечко меня заинтересовало то что подписчик сказал что это у нас а в свое время был царский магазин то есть во время правления царей там была торговая лавка и в принципе находки у него там были хорошие и сегодня мы об этом узнаем правда ли это так что не переключайтесь я думаю будет очень интересно так ребят проезжаем мы такой зачетный красивый храм покровский собор он является объектом культурного наследия памятник истории и культуры построен в архитектурном стиле барокко но воздвинут он в 1773 году само поселение возникло 1686 году и так ребят приезжаем мы вот такое место это очередная церковь марии магдалины тоже к сожалению раз раз такое состояние разрушено но мы сюда заехали не по этой причине сейчас я вообще покажу шикарное место смотрите что это усадьба бестужева знаете кто такой бестужев вот-вот именно он и и сейчас я постараюсь можно ли здесь зайти сюда и вовнутрь пройти поснимать немного как зайду снова включилась я уверен ребят что вы такое не видали я впервые кто показывает вам это смотрите какие красивые фрески здесь офигеть это по моему фамильный герб если не ошибаюсь офигеть вот это красотища но сейчас посту зайдем посмотрим время сюда заходил сам граф граф бесслужев здесь его встречали в окей и так ребят едем мы на коп и по дороге он позади меня как вы видите стоит то что от него остался храм как храм назывался храм назывался архангела михаила вот а сколько здесь был и монахов не знаю и хотим сейчас подняться и посмотреть мне очень нравится такие видео сюжеты кстати неподалеку от этого храма санек говорит его камрады причем камрады с кем копает находили золотые червонцы николая вы представляете я впервые слышу чтобы находили сразу рассыпуху золотых червонцев я фигею я еще никогда не видел своими глазами золотых червонцев блин путь будет долгий так что включусь когда подойду и так ребят дошел я все-таки на храма здесь ходит такая легенда постоянно здесь пожары и эти пожары на самого храма не доходит здесь была раньше брошенной деревне проходил он так вам туда до сих пор имеются дома вот дом полуцелый потом он там он еще один мы здесь копать не будем потому что он считается памятником памятник культуры и наследие что-то в этом вроде так что мы зайдем просто посмотреть поснимать и вам показать так здесь все так плачевно ух ты офигеть здесь даже фрески остались смотрите какая красотища не было в таких местах которые в таком состоянии находятся вот почему государства не восстанавливают такие вещи да надо восстанавливать старые храмы здесь вот была икона но к сожалению нету до решетки кованы здесь есть еще подземелье но саня говорит боится туда идти не знаю почему все вот так вот разрушена обидно что вот такие вот культурные памятники числятся культурными памятниками а находится вот в таком состоянии вот так вот лепнина хочу говорю здесь есть говоришь подвал вход внизу а вход где ну там чем просто пройти нельзя да ну я сейчас может камеру засуну может можно к сожалению не нашел но нашел вот такой вот расщелину к сожалению все заболелось вот там смотрите что-то резной какой-то столб блин красотища нет к сожалению не туда не полезу желание у меня нету иначе меня завалит и и ваш покорный слуга останется здесь ладно едем дальше да кстати хочу вам показать вот видите как скреплены кирпич между прочим это всем на вооружение старые кладки именно делали в цемент добавляли именно вот такую-то звездку яйца ну вот именно и звездка это как я знаю такая вот так что берите на вооружение если цемент чистый то это не древность а если имеется вот такая белая звездка вы именно попали туда куда надо все опа смотрите какой столбик оплаз это чуть такой какой-то ребят подскажите что это такое вот такая вот резная вещица здесь просто валяется прошу отписаться и сказать что это такое красиво очень красиво монахом делать нечего было молились и занимались ну все повторюсь мы здесь вот подымали царские золотые червонцы николая ну мы копать здесь не будем повторюсь то что это у нас исторический памятник мы не нарушаем закон и двигаем дальше итак ребята всем привет продолжая свой видео я здоровался но сейчас прибыл место будет у меня сегодня зачетные супер просто позади меня имеется речушка здесь небольшой святой источник что нас интересует интересует нас именно вот это место здесь у нас осталась часть фундамента царского магазина здесь оказывается был фундамент нового магазина а вот это вот у нас стоит именно старая церковь к сожалению вот в таком поручающем состоянии она сейчас церковь проезжали как вы видите очень много церквей но мы решили сюда приехать меня пригласил к себе в гости один из моих подписчиков говорит приезжай не пожалеешь это саня вон кстати в трусах девушки смотрите мужчина в расцвете сил так в общем сегодня мы будем здесь в этих местах красивых природа просто шикарная добирались мы сюда долго проехали немало километров и думаю это все будет оправдано сегодняшним видео зачетными находками будет у нас сегодня шов большой один совместный шов ладно сейчас мы по традиции чаек и в путь кстати саня говорит что вот вот именно с этого маленького клочка как говорится снял он здесь ну штык лопаты некоторых местах 2 поднял 20 лет вот я здесь смотрите какой я думаю здесь ни одной сотни сегодня обойдется вы сегодня все увидите долго ли коротко все-таки решил такую находку заснять и это у нас серебро первое сегодняшнее серебро монеты забегу вперед кто у меня уже есть но откладывал все съемку ждал когда что-нибудь достойно выпадет и вот достойно выпало это у нас серебряный 15 копеек так называемый билончик сохранчик так себе 1924 года были у меня еще монеты сейчас я вам покажу это у меня вот первая монета была советская 15 копеек 80-го года и вторая монетка была 20 копеек 55-го в принципе так-то ничего нормальные зачетные 3 монетки у Санька тоже есть находка у него 10 копеек ну к сожалению год ходовой 61 ну ничего посмотрим на шурфе я копаю Аськой 250 со стандартной катушкой она у меня работает как снайперка у Сереги сафарик со стандартной катушкой так что продолжаем пробовать бить выбивать этот фундик посмотрим как он еще нам выстрелит а так вроде ничего итак ребят решил вам заснять а то я копаю копаю и не показываю вам выпало вот на свет 2 копейки 24 года поднял поднял я до этого очень много монет Серега тоже переместился на другой фунде как и я и хочу показать а вот такое количество монет уже я накопал я вам не показывал интересная одна копейка 24 года была пятачок 38 ну и и такого всякого рода вот такое количество уже монет за какие-то считанные час ладно продолжаем итак ребята продолжаю я вот этот небольшой шурфик монета за монетой идет нет просто возможности постоянно снимать потому что после последнего кадра я уже наверное с десяток поднял но они к сожалению советские ничего особенного но буду снимать только интересные кадры и вот один из интересных кадров смотрите интересно интересно мне самому интересно берем и смотрим это у нас 15 копеек 41 год вот такой вот рамочник у нас с монет поднял уже куча так что не буду зацикливаться на советах Серега копает ой санек да санек что-то не особо не получается но все же находки есть продолжаем и так и так только что я пробуднил пробуднил что у санька нет монет и вот тебе царь должен быть царь или совет ранний царь ух ты вот санек всех его делал ух ты получил царя две копейки 1890 какой-то вот так вот я советую грибу на санек для царей вот такая первая у нас сегодня царская монета всего мое поздравление ну все продолжаем продолжаем задачи у нас по крайней мере у меня такая задача совместно с саньком с тезкой поднять 50 монет не знаю получится нет в конце видео вы узнаете так что смотри не переключайся и жди конца итак ребята у меня очередной сигнал хороший если я снимаю вы наверное уже догадались что я заикнулся что обычные советы я вам показывать не буду вот вот такой зеленый отпечаток в земле был вообще жуть я даже испугался сначала я конечно его потер и хочу вам сказать что вот смотрите у нас проглядывается белое вот слева и герб смотрите РСФСР а такой герб ток только у билонов я уже пригляделся и вижу что в центре смотрите имеется кайма круглая и точечки вот здесь вот вот они и это означает что судя по всему по размеру это 15 копеек 22-23 год вот вот такой билончик чистить я сильно не буду но я вам хочу сказать что это третье у меня серебро третье ну а так смотрим продолжаем и так ребята очередная у меня диковинка лопату воткнул и зрительно увидел вот в расщелинке берем и смотрим 15 копеек 15 копеек 46 года так мы уверенно идем к отметке в 50 монет а может будет больше смотрим продолжаем итак ребята очередной нюанс выкапываю по бровочке и отбрасываю вот он лежит зачетный большой отпечаток остался вот он берем в руки вместе с вами и смотрим судя по размеру это у нас пятак зеленый зеленый советский ну по гербу сами знаете что это уже сороковые пятидесятые года ладно не будем зацикливаться на данной монете продолжаем находок очень много выкопал здесь буквально всего-то не знаю 3 на 3 наверное а находок очень много да правильно нам сказали местные жители что здесь в свое время был магазин и в точку в точку продолжаем итак ребята вот решили с Санькой чаек пока он ходит а я решил прозвонить с пользой дело сделать и выбыл у меня царский образ я имею ввиду царская медь у нас три копейки двадцать четвертого года правда немного ушатаный но ничего за монету пойдет достойная находка все продолжаем чай пить и снова снова в путь работа непочатый край Санек сделал там два на два я сделал три на три и угадайте сколько у нас монет интрига остается смотрим до конца куда больше монет итак ребят потихоньку я старую яму закидываю так вот у меня яма не получается смотрите опять вот такой нюанс опять случился опять монета так че это у нас непонятно но судя по всему это наверное пять копеек сказать год не могу да пять копеек вот такая монета я сейчас попробую сделать онлайн здесь я вот набросал ничего еще не прозванивал сейчас при помощи своей асечки посмотрим как у нас сейчас вот она монета в прямом эфире вот она монетка и что это у нас это у нас совет о да это серебро ребят в прямом эфире серебро десять копеек двадцать третьего года в прямом эфире поднял серебро прикольно и я говорю прикольно продолжаем так ребята огонь огонь выпал я ничего не доставал вот как он выпал так он выпал ай это у нас блин блинский это у нас пятак двадцать четвертого у меня сегодня полный комплект одна копейка два четвертого двушка трешка и вот он пятак зачетно такая вот монета между прочим монеты выскакивают сами как говорится приезжая на фундамент бери лопату и попали без металла искать можно найти монету наверное я уже с десяток поднял и это я не лукавлю на самом деле Санчо тоже там серебрушку поднял монетки советские дергает ну ладно продолжаем итак ребят ветер поднялся не знаю на камеру влияет на лёг и честно говоря я уже сегодня устал копать монеты очень устал а снимаю вот монеты вот а снимаю потому что это у нас следов а снимаю билончик то что я не могу а Санюх говорит сигналы все идут и идут а мы даже и треть задуманного не сделали сколько здесь на шурфиле а сигналы через каждые пять минут так что просто просто шикарное место на советах один царик конечно подняли вот Санька в прошлый раз здесь и деньгу подымал но сегодня вот 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 советики и сигналы и ладно продолжаем итак ребят буду заканчивать сегодняшний коп по традиции обзором на хуй который мы сделали ну а сейчас вы узнаете набрала сегодня пятьдесят монет вместе с Саньком с напарником на шурфе смотрим ну а начнем со шмурдяка вот такое количество шмурдяка вот колечко непонятного рода но медное к сожалению крестик поломанный вот вот такая весовая гирька ювелиры использовали старинная побывка с ушком и пойдем по возрастанию вот такое количество копеечек шесть штук двушечки четыре штуки не пять в общем пересказывать не буду а покажу это у нас червончики следом идут пятнашки затем двадцатки трешки вот в таком количестве пятачки неплохо сегодня с пятачками получилось большое количество ну и напоследок вкусняшки вкусняшки вот такого характера и так двадцать четвертого года трешка двадцать четвертого года две двушки двадцать четвертого года копейка двадцать четвертого года и напоследок серебро это у нас двадцать копеек и две пятнашки и три червонца Итого получилось у нас 6 серебряных монет Итого общей сложности, какое количество я накопал Итого получилось 87 монет Так что я сегодня перевыполнил план даже в одну Харю Ну а сейчас находки Александра Повторюсь, у него была машина сафари Ну а теперь находки Александра Сегодня мы копали у него в гостях Вот такая вот копеечка одна Двушечки Затем червонцы Пятнашки Двадцатки Трешечки Шесть пятачков И вот такие вот зачетные монеты Вот такая вот серебрушка у него еще классная Двадцать копеек И по царям Вот так вот Итого у нас получилось Ну а у Александра у нас получилось 42 монеты Итого мои монеты Плюс его монеты Получилось 129 монет Так что план мы сегодня перевыполнили Планировали 50 монет на двоих А получилось в три раза больше Итак, ребята, решил я закончить видео Именно вот в таком красивом, замечательном месте Это местный источник Здесь очень целебная, вкусная вода И решил тоже взять ее домой Дабы Как говорится, поправить здоровье Сейчас немножко Курс Осмотра сделаем Что у нас здесь Такой красивый Ландшафт здесь Здорово Монетки 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 Ну это монетки на счастье Вот такой вот здесь Красивый, зачетный Здесь говорят Мужская и женская купель Водичка будет набираться здесь Вот А что, черпаком может лучше, Сань? Да сейчас их замучишь Здесь вот такой трудник Ладно Набираем водичку И едем домой До дому Мне примерно 3 часа И пробки Как говорится На ГЭС Ремонтирует дорогу И будем Там тусовать Ну может быть еще Засниму Кое-что Итак, ребят Буду заканчивать Все Всем пока Сейчас умывался Лицо просто обжигало Я не знаю Что это за эффект такой Но лицо Очень здорово Так обожгло Здесь вода очень холодная Вот Так что Надеюсь Сейчас доедем до дома Благополучно Ну все Всем пока, ребята Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Кому понравилось Я думаю Вы обязаны поставить лайк Из-за того Что сегодня Мы перевыполнили план Ставили задачу Поднять 50 монет А подняли 150 монет Так что Все Всем пока Лайк Подписка С вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok